Добрый вечер еще раз, дамы и господа, у микрофона Юрия Пронько, на волнах в Финам.ФМ ежедневная программа «Сухой остаток». Я вам представляю моих сегодняшних компетентных гостей. Это Андрей Есин, начальник управления активных операций инвест компании «Спектр Инвест». Андрей, добрый вечер. Добрый. Ладно, я воздержу сейчас от своего комментария, о чем Есин нам рассказывал буквально за пару минут до эфира, но там все очень было пристойно. И, в общем-то, с какой-то точки зрения можно даже и скоррелировать с фондовым рынком. Капитализация, это мы так далее. С фондовым рынком все можно скоррелировать, в принципе. Ну и второй наш гость – это Александр Лопутин, начальник отдела инвестиционного консультирования Брокерского дома «Открытие». Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Александр, какая ситуация на рынке? Чем она характеризуется? Если бы, брат, сегодняшний день был довольно интересный. Сегодняшний день, я бы сказал, характеризовался таким мертвым боковиком, который частично можно объяснить тем, что сегодня опционы экспирировались. И было видно, что, по крайней мере, на срочном рынке совершенно точно участники рынка держали диапазон 185-190, но, в конце концов, закрылись там чуть ниже, неважно. Но торговля была мертвая, да? Потом, смотрите, если мы берем общий рынок, да, в отрыве от экспирации опционов, от всего остального, играют отдельные идеи. Отдельные сегодня вот «Уралкалий» сыграл, сегодня открытые инвестиции выросли сегодня, если я не ошибаюсь, «КамАЗ» подрос, что еще сегодня из интересных вещей было. Новости отыгрывались. Ну да, фактически отыгрывались новости. Все остальное на малых объемах, то есть спроса нет, предложения пока тоже нет, то есть валится, не валится, а, скажем так, поддавливает аккуратно рынок вниз. Ну а что вызывает-то это именно движение вниз? Ну что вызывает движение вниз? Вот есть так называемый там межрыночный анализ Мерфи и так далее, да, это, ну, соотношение, допустим, банальных четырех видов активов. Это безрисковые триджеря, это американский рынок, американский, я имею в виду, рынок акций, это развивающиеся рынки и это товарная корзина, да. Вот, в принципе, сейчас рынки акций в этом, в среде этих четырех вещей вместе с товарной корзиной, наверное, выросли настолько, что профессиональные хеджеры сокращаются в этих активах и переходят в те активы, которые упали. Сейчас очень интересно стоят штатовские триджеря. Под 4,8% годовых стоит 30-летней бумаги. Инфляции не видно, ставки повышать пока не собираются, я не думаю, что разговоры о ставках будут в ближайший квартал-полтора, да. Вот, отсюда вывод. Июнь, июнь. Ну, я думаю, что июнь может кто-то заикнуться. Плюс еще, с точки зрения такой теории заговоров, да, где был индекс S&P 500 в самой нижней точке? 666 пунктов, правильно? Умножай на 2. Сколько? 1332 пунктов. Вчерашнее закрытие. Сделали от низа два конца? Хватит. Пора иметь совесть. Это, конечно, не индикатор, да, но просто вот... Это факт. Это факт, да. Ради красного славца, что называется. Вот, поэтому, плюс к тому, очень интересная ситуация наблюдается, например, на российском рынке по соотношению акций и облигаций. Где-то, наверное, в октябре, ноябре и так далее облигации стояли очень высоко по отношению к акциям. Ну, просто накладываешь график индекса ММВБ на график, я не знаю, либо ММВБ облигации, ценовой индекс, либо какой-нибудь Сибонс индекс, неважно. Облигации рынок первичный. И он стоял довольно высоко. Сейчас, в январе, соответственно, и в начале февраля была на облигационном рынке коррекция небольшая. Ну, коррекция под ожидание повышения ставки, то есть все абсолютно понятно, да. Но, тем не менее, акции выглядят перекуплены относительно облигаций. И сейчас так, чтобы был заход в банды, я вот, по крайней мере, в российские я имею в виду, особенно рублевые. Я этого не вижу, да, рубль укрепляется, но тем не менее. Вот, наверное, это повод в пользу того, чтобы участники рынка там взяли прибыль. С другой стороны, ну, я, конечно, намекаю на коррекцию процентов 10-12 максимальных значений, да. С другой стороны, если мы посмотрим на самый банальный индикатор ликвидности в российской банковской системе, объем депозитов банков в ЦБ, да, 1,1 триллиона рублей и держится недель-две уже, наверное, да. То есть, грубо говоря, денег в системе немерено свободных. Но эти деньги не идут ни в риск, да, ни в валюту. Потому что, как правило, у них, ну, так глобально, да, путит, собственно, два. В риск, ну, это в первую очередь, конечно, облигация, и во вторую очередь акция, это понятно, да. Вот, потому что там эти, а не нужно думать, что эти остатки могут пойти там полностью в акции, это, конечно, глупость. Вот, и другой, соответственно, другой путь в валюту. Сейчас в валюту деньги не идут, в риск деньги не идут, да. Вот вопрос, когда и куда они пойдут. Вот, я все-таки сейчас остаюсь приверженцем той точки зрения, что скорее они пойдут в валюту локально. И на уровне минус 10-12% от максимальных значений шортистам будет уже делать нечего. Во-первых, они начнут крыться, умные, по крайней мере, шортисты. А во-вторых, народ просто начнет подбирать бумаги под дальнейшее, скажем, подползание, под, не знаю, под дивидендные отсечки, под май. Ну, не знаю, коррекция, может быть, будет традиционная майская или какая-то нетрадиционная июльская, не знаю. Вот, но вот у меня сейчас в голове, по крайней мере, сценарий такой. Такого позицию Александра Лапучина, Андрей? Заслушался. Не то слово. Красиво звонишь. Не заснул хотя бы, слава богу. Красиво звонишь. Не заснул. Не, ну, частично согласен. Сейчас, уважаемые слушатели, просыпаемся, господин Есим. Спасибо, Юра. Частично согласен, частично не согласен. Действительно, рынок очень долго рос, поэтому у многих начали сдавать нервы, но это обычная, в общем-то, ситуация. Про 10% тоже согласен. Про, наверное, некоторую диспропорцию акций и облигаций частично согласен. Совсем не согласен по поводу, значит, ставок. Там, не знаю, по срокам, но все идет к тому, что ставки все-таки повысят штат. Причем, судя по всему, сделают это неожиданно, но здесь я немножко так передерну. То есть, вот то, что в трежерях сейчас творится, как раз и указывает на то, что фондовый рынок, в первую очередь, отыгрывает как раз ожидания. Сейчас, не фондовый, простите, долговой рынок отыгрывает ожидания, в данном случае повышение ставки. И правильно Александр говорит, что надо следить за фьючерсом, возможно, на ожидания, возможно, надо следить за ставками в дальнейшем, потому что, похоже, мы еще в прошлом году говорили, что, похоже, второе количество смягчения пошло впрок, несмотря на скептические взгляды вечных медведей, которые говорят, что нет, это все, опять это самое. Видимо, пошло впрок, рынок на это отреагировал уже. Вполне возможно, отреагирует еще, и эта реакция продлится плюс-минус до, как раз-таки, возможного изменения тона ФРС. Я не верю, что ФРС... То есть, они делают все правильно. Они говорят о том, что сейчас ставочку мы повышать не будем, все будет хорошо. То есть, вот еще убедят народ, что будет какое-нибудь третье количество смягчения. Что возможно? Ну, вряд ли это возможно, потому что вроде как работает уже. Единственное, что они должны... Вот контрольный выстрел. То есть, штаты будут держаться до контрольного выстрела. Возможно, это будет там самый отстающий индикатор, это безработица, если она, допустим, хорошо отыграет в лучшую сторону. Вполне возможно, и до этого будет. Ну, вот я всегда смотрю на... Ну, что это? Март? Майюн? Март вряд ли, потому что по концу марта будут отчитываться американские компании. Чтобы, если б я был главой ФРС, наверное... Ну, преждевременный контрольный выстрел. Не-не-не, здесь они должны подождать, я думаю, отчетности американских компаний. Если отчетность американских компаний будет хорошая, это дополнительный сигнал. Дальше, конец квартала, все фиксируем бонусы. Все довольны. Все довольны, да? Надо их получить, надо. Конец финансового года, поэтому штаты могут натянуть. Захотят... Ну, по крайней мере, в логику это устраивается. Да, в логику это устраивается. Поэтому, возможно, что март и часть апреля как бы пройдет спокойно. Вот потом будем смотреть. Конечно, я ожидаю, что и на российском рынке под это дело тоже рынок вздернут. Но для этого нужен, конечно, перерыв какой-то. Ну, рост и без коррекции. И так, очень длинный рост был. Уже страх... У многим страшно. То есть, я сам сознаю, что я по некоторым бумагам фиксировал. Но я, правда, фиксирую там не на... Именно по отдельным бумагам. Потому что, ну, я смотрю, ну, достаточно уже бумага выросла. То есть, мне там 150 процентов, грубо говоря, хватит. Почему бы не фиксануть-то? То есть, здесь работает... Кроме процентной ставки. Кроме процентной ставки... Что? Из плохого или из хорошего? Что сказать-то? Да, вот как вы считаете нужным. В таких случаях начните с хорошего, закончите финалом. Навес — это Европа, которая будет отыграна в свое время. Какой-то непонятный сейчас навес притягивается. Это Китай. Что-то вместе с введением этих китайского юаня, что-то на наш рынок... Что-то наши стали не только на Америку смотреть, а еще на какие-то повышения ставки китайским банкам. Нихера не понимаю, на самом деле, что там делается в Китае. Но вот трейдеры взяли эту самую привычку. Ну, мулька под названием «А что бы не отыграть?» Был бы повод, а обоснование найдем. Бред, но тут это надо тоже следить, как за этим следят трейдеры. Что-то все больше в новостях вот именно говорят про Китай. Хотя вот мы, по-моему, на прошлой передаче чуть ли не вместе согласились с тем, что Китай — это вообще не тема ближайших лет. Да, был такой разговор. Странно, обычно я с Лапутиным ни в чем не соглашаюсь. Ну, может быть, здесь мы и согласились. А Лапутин молчал, видимо, и что-то плохое про нас думал. Может, конечно. Единственное, я еще вот забыл по поводу... Ну, не буду дискутировать и спорить по поводу времени, там, повышения ставки, да, здесь... Что-то дискутировать, тем более, действительно. Ну, да, и кто его знает, действительно, да, но стоит смотреть, безусловно, на безработицу, которая, кстати... Да не безусловно на безработицу, а в конечном итоге. А так сейчас надо смотреть на, извините, инфляцию, которая разгоняется по разным... Да, абсолютно верно. Единственное, что-то мне подсказывает, возможно, я и ошибаюсь, что ФРС будет, возможно, делать какие-то словесные интервенции, но ставочку поднимать будет не раньше, чем инфляция в Штатах будет в районе, там, 2, 2, 2, 2, 5, да? Сейчас она 1,1, да? Андрей, почему это оно? Нет, ну, инфляция это тоже некий запаздывающий этот самый... Насколько я понял... Они будут запаздывать относительно инфляции. Насколько я понял, ФРС, они... Вот я книжку, когда Гринспена читал, я понял, что они очень внимательно следят именно за реакцией фонда долгового рынка. Безусловно. И реагировать пытаются превентивно... Превентивно. Ну, короче, вот именно так они и реагируют. Вот. И если еще трожеря поползут вверх по доходности, да, то они могут... И достаточно, кстати, заметьте, ФРС может повысить ставку резко. Одномоментно. Ну, на 0,5. И сразу на много... А вот, я не знаю, они могут на одном заседании повысить... Это фантазии, да? Ну, как бы я сделал. Предположение. Да. Сначала играю до контрольного. То есть, контрольный произошел. Все, вижу уже, что в дефляцию мы не свалимся точно. После этого повышаю 0,5, скажем, и следующее заседание 0,5. Вот хорошая коррекция для фондового рынка. Это очень хорошая. И еще один момент, да, относительно уже там российского фондового рынка. Если посмотреть на БРИКи, да, то БРИК и Китай, и Индию, и Бразилию уже давят, дай бог, наверное, третью неделю, если не с декабря. Знаешь почему? Почему? Я думаю, что просто, ну, как по рынкам, Россия является одним из самых рисковых. Ну, как деньги идут, да? Сначала безрисковые активы, потом пошли риск. Так вот, вкладываешься обычно, ну, как ты тоже, например, сначала покупаешь там ликвид, допустим. Сначала ты покупаешь качественные вещи. Ну, не то, что качественные, но, скажем, более ликвидные, более, как бы, это самое, менее рисковые, все равно. На рисковом поле менее рисковые. Выбираешь их апсайт. И так здесь этот самый, да, то есть вложились просто, видимо, в Бразилию пораньше. В нас попозже, да. В нас попозже, да. То есть сейчас эти три индекса, как бы, уже просели довольно хорошо. Вот, мы пока еще стоим. Ну, а в свете вот возможных решений Федрезерова? Это растянуто. Федрезерв это глобально. В свете, но это хорошая глобальность, да. Это, на самом деле, каждый выбирает в этом году стратегию там для себя. То есть среднесрочник может играть на среднесрочных, на коротких, краткосрочных скорее всего. На краткосрочных трендах и вверх и вниз он, в принципе, может там свою копеечку срубить. Мне, боюсь, в этом году будет тяжело, потому что у меня, я буду ждать определенных цен, вот как по некоторым бумагам. То есть, меня там не устроит, допустим, по Газпрому цена там 200, на ней я фиксироваться не буду. Ну, там цена 200, скажем, 20 меня бы сейчас устроила. Ну, это, собственно, стратегия. Ну, это я, к примеру, да, и все в этом году, ну, я жду волатильности в связи с этим и хочу, конечно, часть рисковости пофиксить. То есть я пойду опять в контур, ну, в разнобой, когда все там заговорят о том, что рост продлится еще долго-долго-долго, вот, тогда скорее всего. Ну, а то, что Александр говорил о том, что на депозитах в Центробанке триллион сто, почему движутся? Да, она там все время, это, а, вот, кстати, я тоже не очень согласен, что в риск не идут. Я, как, мы про русские деньги говорим, что не в риск. Да, про русские деньги. Да, русские деньги вообще непонятно, куда идут. Ну, все-таки это хорошее, довольно хорошее показать. Ну, лишь напечатали, куда деть, не знают, этот самый, точнее, знают, куда деть, но не знают, как это, чтобы все еще красиво там оказалось. Вы, значит, что намекаете, господин Есси? Я на что-то намекаю. Все в рамках закона. Настолько прозрачно это говорю, что практически не намекаю, называются частыми именами. Вот, нет, этот самый, я думаю, кстати, что в этом году опять мы про это, кстати, говорили, что деньги как раз, они уже частично пошли в реальную экономику. Пошли же? Мы про это говорили, абсолютно согласен. Ну, а это максимальный риск, считается, реальная экономика. Это прямые инвестиции в Россию. Да, напомню, про что мы говорили, про то, что ситуация была какая, да, государство там, кризис в 2008-2009 год, государство через банки дает деньги в экономику, куда они уходят? Они уходят в облигации по 20%. В результате мы получаем ситуацию, когда Центробанк по-прежнему дает деньги, дает деньги по низким ставкам, а простите, облигации они уже, доходность их пятая. Банкам что делать? Либо закрывать бизнес, либо кредитовать реальную экономику. Кредитование реальной экономики запустилось. Причем уже, когда мы говорили, это было, дай бог, там месяца два назад. Вот. И оно продолжается. То есть, тромбы пробиты? То есть, действительно, кредитование идет. Да. Да. Ну, если брать больной организм и оперировать именно словом тромбы, то, возможно, да, они пробиты. Ну, потому что после тромбов, в общем-то, уже летальный исход наступает. Да почему? Не-не-не. Ну, опять Лопутин не согласен с тобой. Нет. 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 Почему летальный исход? Ну, в том, что мы имеем, то, что сейчас происходит. Что происходит? Если без примесей брать, то... Без пропаганды и всех измов. Без примесей, значит, пошла работа с риском. То есть, банки нажили, кто отыграл, кто подкопил. Все это понятно было. Кстати, в Штатах та же система. То есть, если сейчас взять, допустим, там, ставки, поскольку привлекают банки, поскольку выдают ту же ипотеку или там какие-то еще, они тоже... Они, по-моему, вот сейчас финальный аккорд наживания банками. Да, то есть, вот он сейчас... Та-да-дын... Они забирают последние эти самые, и потом они входят в какую-то более сложную полосу, когда придется действительно брать на себя риски, и, возможно, это какие-то регулируемые риски будут. Потому что в Штатах сейчас очень проблемно с недвижкой. И насчет банков еще раз соглашусь и немножко дополню, что если мы действительно ждем инфляции, а я жду, что инфляция в Штатах, допустим, в ближайшие там пару-тройку лет плюс-минус, да, будет легко 5-7-9 без проблем, да. В таком случае банкам, по крайней мере, акциям банков голову поднять не дадут. Вот сейчас они наедят, и все, что они наедят, они будут использовать для компенсации, снижения маржи в случае инфляции. Мы об этом еще поговорим и вернемся к этой теме, и поспорим. Но к нам сейчас присоединился Александр Элдер, один из ведущих мировых экспертов в сфере биржевой торговли. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Да, спасибо большое за согласие поучаствовать в сегодняшней нашей программе. Но для слушателей, гостей здесь в студии, я скажу, что Александр, он биржевой консультант, эксперт с мировым действительно именем и автор бестеллера книги «Как играть и выигрывать на бирже». У меня первого будет к вам вопрос от слушателей, которые в массе своей задаются, да, с чего, собственно, вот новичку начинать, да, как входить в рынок и как при этом, понимая, что можно как приобрести, так и изработать, ну, можно и потереть. Вот с чего лучше всего начать, Александр? Вы знаете, пара советов, комментариев для новичков. Во-первых, абсолютно не ожидать легких и быстрых денег. У меня есть друг, профессионал-трейдер, он приходит к своему донтисту, сидит в кресле, рот полон железа, а донтист ему говорит, Колин, как вот с этой акцией? А я на ней немножко сделал. Как с этой акцией? А я на ней немножко сделал. Говорит, почему так, говорит? Ты вот всегда делаешь на их деньги, а я проигрываю. А мой друг, значит, лежа в этом донтистском столе, железом во рту, говорит, наверное, по той же причине, что я никогда не мог заработать на зубах. В каждом деле нужно быть профессионалом. И биржа – это не менее серьезное дело, чем вождение автомобиля, преподавание математики или, скажем, строительство моста. Александр, окей, а тогда как стать? Как стать профессионалом тогда, вот в таком случае? Как стать профессионалом? Есть определенное количество знаний, которые человек должен приобрести. То есть необходимо проработать определенное количество литературы, а после этого приступать к делу постепенно. Точно так же, как начинающий водитель не выезжает на международную трассу, а практикуется где-нибудь на каком-нибудь паркинге за супермаркетом, вот точно так же начинает заниматься трейдингом. Но небольшие деньги и очень осторожны, и не ожидая быстрых денег. То есть серьезные деньги, медленные, а новичок, который залезает на рынок, ничего не знает и думает, что вот часто, сколько он такой умный, он у всех обыграет. Это очень опасное занятие. — Окей. Я хочу тогда понять. Если мы говорим о том, что человек, обладая минимальным количеством знаний, должен аккуратно, осторожно входить и разрабатывать собственные стратегии, но как подступиться к этому вопросу? Входить ли в долгую инвестиции или пытаться, я не знаю, в короткую, как говорят в России, срубить некий объем финансовых ресурсов? Что выбрать? — Вы знаете, я считаю, что краткосрочные сделки гораздо больше способствуют обучению, как говорят, на бирже. Дело в том, что каждая сделка помогает вам чему-то научиться. Но если человек за ним берет какие-то долгосрочные инвестиции, там вложился в 3-4 акции, и теперь он будет ждать 4,5 года, то какие в этом уроки? Все это очень долго. Поэтому краткосрочные сделки предоставляют гораздо лучшие возможности научиться, как играть на рынке. При этом я не имею в виду дэйтрейдинга. Дэйтрейдинг — это для опытных людей. Но нормальная сделка, которая длится 3, 4, 5, 6, 7 дней, вот это вот диапазон, на который я советую ориентироваться новичку. То есть достаточно краткосрочные сделки, где ответ, правильно или неправильно, поступает достаточно быстро, но при этом не с такой молниеносной скоростью, а дает возможность подумать немножко. — Здесь у нас в московской студии «Финал МФМ» Александр Лапутин, Андрей Ессин. Андрей, я вижу, вы согласны, да? — Да, нет, я с Александром, на самом деле, одна из первых книг, которые я прочитал, когда приходил в трейдинг, это была книга. — Ну, ты сможешь поблагодарить автора. — Да, спасибо большое, Александр. — Спасибо вам. — На самом деле, очень легкая книга, очень хорошо прочиталась. Я теперь уже понимаю, конечно, что с некоторыми вещами я бы поспорил, но... — Естественно, каждый серьезный трейдер спорит. — Конечно. — Я не ищу последователей, которые будут говорить, о, великий гуру, что я... Наоборот, когда люди спорят со мной, для меня это всегда признак свободомыслящего, серьезного человека. Именно такие люди выигрывают на бирже. — Слава богу, да. Спасибо. И еще раз спасибо за книгу. Книга действительно хорошая. И вот действительно некоторое время я цитировал ее вплоть до психологии на бирже. Ну, интересно. — Ну, это один из ключевых вопросов, кстати. — Вот, так... — Да. — Так почему согласен? Потому что только единственное, люди должны определиться, определиться, хотят ли они действительно стать новичками на бирже. Вот, то есть, нужна ли им эта практика. Потому что, если нужна действительно, нужны частые сделки. Либо они просто хотят заниматься какими-то другими вещами, а инвестиции держать в фондовом рынке, фондовом или долговом. И тогда, конечно, здесь другой подход нужен. — Знаете, я боюсь, что рынки стали гораздо более быстрыми, гораздо более мобильными, чем они были даже два года тому назад. — Абсолютно согласен. — Даже год тому назад. Скорость очень повысилась. В Америке есть такое понятие. Было такое понятие акции для вдов и сирот. То есть, значит, акции для тех, которые унаследовали какие-то деньги и которые никак не могут за ними, не знают, как за ними следить. Вот акции такие спокойные, акции General Motors, компания, которая разорилась. General Electric, компания, которая потеряла 80%. То есть, компания для вдов и сирот. Этих компаний больше нет. Рынок очень ускорился. И поэтому купить какие-то акции, сложить их на много лет, я боюсь, что это не режим сегодняшнего дня. Режим сегодняшнего дня все-таки в том, чтобы присматривать за своими сделками и гораздо более оперативным, чем это даже было год или два года тому назад. Мне очень грустно, на самом деле, что вот многие люди, которые слушают, вообще слушают и специалистов, и вот, в общем-то, признанных таких людей, которые могут и научить еще чему-то. Да, они все равно половину пропускают. Это просто практика. Они пропускают половину мимо ушей. И вот... Не, ну вот это принципиальный аспект, да, когда человек должен определиться. Конечно. Как он инвестирует, с чем он инвестирует. Зачем? Самое главное, зачем он инвестирует. Александр, в этой связи вполне закономерный вопрос о психологических аспектах, да, потому что все люди эмоциональны. Какой бы профессионал ни был, он все равно человек, да, и в нем эмоции могут перехлестывать. Как быть с психологическим аспектом? Как быть с психологическим аспектом, я считаю, что самое главное для начинающего, это играть на маленькие ставки. Люди начинают играть на большие ставки с тем, чтобы сделать деньги. В любом бизнесе для того, чтобы войти в какие-то дела, требуется определенный опыт. И поэтому для того, чтобы заниматься серьезным трейдингом, нужно начинать с малых сделок. Задача первых сделок, это не заработать деньги, а просто остаться вот как-то при своих и научиться чему-то. А дальше развивать этот процесс, да, то есть с появлением опыта появляются более крупные объемы. Самое интересное, что никому из людей не приходит в голову, что можно сразу стать математиком, да? Для начала надо таблицей умножения. Или там читать тоже начинают с алфавитов. Да, и по слогам начинают. А фондовый рынок вот никто так не воспринимает. Сразу хочется миллионов процентов и сразу хочется, чтобы с тремя рублями. Но это некий менталитет, это вот как мы в свое время хватали сникерсы, когда не было этого, да? То есть и вот это вот с жадностью, то есть эти сникерсы за всю жизнь не съесть, только сколько их там покупали, да? Но было же такое. То же самое и здесь. Есть 10 рублей, а видят, как люди живут на, я не знаю, на Рублевке в Америке, видят яхты, самолеты. И хочется и с 10 рублей, и завтра, и уже свой самолет. Здесь и сейчас, да. Александр, а вот такой еще один аспект. В России очень часто можно услышать от людей, которые хотели бы, возможно, войти на рынок, но у них есть некие опасения, переживания. И сравнение с казино, да? То есть вот можно зайти и сорвать куш, и затем вовремя уйти. Что вы отвечаете на подобные реплики и высказывания? Вы знаете, это как подойти на улицу, вот идет карточная игра на улице, там три карты, да? Мы все считаем себя очень умными. И вот, значит, сейчас на этих трех картах мы сорваем себе состояние. То же самое и на бирже. Это серьезная, долгосрочная игра. И заработать на бирже, это настолько же реально, как заработать себе вождением такси, преподаванием математики или строением мостов. Это абсолютно делаемые дела. Но этого не заработает и в первый день своей рабочей карьеры. Ну а если все-таки человек, вот с другой стороны тогда зайду, считает, что вот он зайдет, его обберут там как липку, да, значит, комиссионный и так далее, и так далее. И в общем-то его обуют, да, не сможет он в силу, там, может, отсутствия неких финансовых знаний и так далее. Что здесь быть и как быть? Вы знаете, очень важно иметь дело с серьезной фирмой с репутацией, потому что есть фирмы, которые фирмы однодневки, а есть фирмы, которые существуют уже не первые десятилетия, даже в России. За примером недалеко ходить, сказать, фирма, которая владеет этой радиостанцией, например, где никто, то есть бизнес строится не на основании обирания клиентов, а бизнес строится на долгосрочном обслуживании клиента. Фирма заинтересована в благосрочном выживании этого клиента. Что касается комиссионных, то есть репутация фирмы колоссально важна. Во-вторых, что касается комиссионных, комиссионные сейчас находятся во всем мире до смешного на низком уровне. То есть я еще помню, признак старой щелка, я еще помню, когда комиссионные были полтора процента от суммы сделки, один процент от суммы сделки. Сейчас комиссионные это абсолютные копейки. Если люди умудряются сгореть, сгореть на своих комиссионных, то это только потому, что у них приступы гиперактивности. И когда человек торгует там 18 раз в день, при этом не отдавая себе отчетов в том, что он покупает или подает, да, он сгорит на комиссионных. Но это не проблема фирмы, это проблема его. Серьезный трейдер начинает играть на небольшие ставки, не очень часто, не очень часто, внимательно выбирая сделки и внимательно ведя дневники своих сделок. Я считаю, что колоссально важным аспектом работы трейдера, как начинающего, так и опытного, это ведение дневников сделки. У нас у всех короткая память. Мы помним хорошее, мы забываем плохое. Но при этом на плохих сделках, на неудачных сделках мы учимся гораздо, мы можем научиться гораздо большему, чем на выгодных сделках. И поэтому я усиленно советую всем биржевикам, начинающим, так же как и опытным биржевикам, вести дневники сделок. То есть я веду страничку каждый раз, когда я открываю сделку, страничку, когда я ее закрываю. А самое интересное, месяц спустя я открываю эту сделку опять, чтобы посмотреть, как эта сделка выглядит посередине экрана. Дело в том, что когда мы покупаем или продаем, мы всегда покупаем или продаем с правой стороны экрана. Правая сторона экрана – это самая туманная. То, что слева, все ясно. То, что в середине, все ясно. Но чем ближе к правому краю, тем больше тумана. И поэтому все наши сделки, все наши продажи и все наши покупки происходят в атмосфере неопределенности. Открыв дневник сделки месяц спустя, когда эта сделка уже ушла от правого края, переместилась к центру экрана, мы видим на самом деле, что произошло. И мы видим, что мы сделали правильно и что сделали нет. Но при этом я должен сказать, что занятие – это очень скучное. Я всегда заставляю себя это делать, это, так сказать, безрадостное занятие. Потому что гораздо интереснее. Посмотрел на рынок, вошел, взрыв, падение, вверх, вниз. Вот это действительно адреналин. А разбираться с дневником – это очень скучное занятие. Но, к сожалению, это скучное занятие именно то, что делает человек успешным трейдером. Спасибо огромное. Александр Элдер был на прямой связи со студией Финам. Финам ФМ, он бежевой консультант, автор бестеллера «Как играть и выигрывать на бирже». Ну, и вы слышали, что один из его поклонников Андрей Есет сегодня у нас здесь. На самом деле я вот сидел сейчас, слушал и думал, вот ведь судьба. Ну, признайся, дневник видишь? Ну, вот так вот уже. Что значит дневник? У меня, между прочим, есть реестр сделок и есть портфель, который я веду. Дневник, это гораздо сложнее, чем дневник, но я уже все-таки в несколько другой весовой категории, чем начинающие трейдеры. Вот, но я вот сидел сейчас и думал, вот ведь, да, жизнь, какая интересная штука. Буквально там 10-12 лет назад я учился по книге Александра Элдера. Сейчас сижу в радиостудии. Вот такая радиостанция Финамо Фермы. Но на самом деле, кстати, к молодым новичкам. И начинающим. Начинающим вот как раз книжку, я думаю, что вот это очень стоит прочитать, потому что там есть и технический анализ, там есть и психология игры. Больше именно теханализов. Да, она написана предельно просто, предельно просто вот именно для человека, который не знает. Ну, я сам вот по ней учился, ну что, стал лучшим управляющим, активами все-таки. Сказал скромный Андрей. Скромно сказал, ну а что это? Саша, вот из того, что услышали, с чем согласны, с чем согласны? Ну, то, что Андрей управляющий хороший, согласен. Нет, это не обсуждается, да, это вне программы. Обсудим. Нет, на самом деле, это был такой, как это, ну, и себя похвалил, и респект, конечно, Элдоров. Не, ну, заслуженно. Да, да. Знаете, что я думаю? В принципе, вот... Заметьте, подача какая-то. Пауза. Дальше фраза полушепотом. Знаете, что я думаю? И вот сейчас спич. Так вот, что я думаю. Действительно, то, что сказал Александр, то, что написано, я не хочу ни в коем случае преуменьшить его значение и так далее, это, в принципе, истины-то прописные. Все гениальное просто. Все гениальное просто. И сейчас, да возьми там любого, на самом деле, трейдера, да, он нового практически, не практически, а ровным счетом ничего не скажет. Но, действительно, там, Александр Элдоров написал эту книгу довольно рано, то есть, скорее, она была одни из первых толковых книг. Это первое. И второе. Вот то, что сказал он, может сказать, там, ну, на самом деле, любой человек, который, там, лет 4-5 лет на рынке, но ценность, вот, его слов, его каких-то, там, высказываний и так далее, то, что из его уст, вот, это чисто по психологическим причинам, да, эта информация воспринимается как намного более правильная, полезная и та, которая следует, скажем... То, что называется авторитет, да. Авторитет. Вот именно, вот именно... Не знаю, я когда покупал книжку Элдора, я... Ну, так, 12 лет назад книжка Элдора не была чем-то таким, наверное... Ну, их было две всего книжки. Ну, вот, вот. Саша об этом говорил. Не, ну, 12 лет назад, допустим, у нас проникновение в фондовый рынок был никакой. Нет, там легкие, там очень легкие стилизложения. Там легкие стилизложения, но вот чем, чем действительно... Вот за что огромное спасибо, да, за то, что люди с именем, что называется, да, пропагандируют, и у них это лучше получается. Не потому, что там остальные другие там могут сказать хуже, да, а потому что действительно люди, которые приходят на рынок, они верят, верят уже, ну, подспудно, да, каким-то громким именам. И, и, к счастью, эти громкие имена говорят не то, что там приходите в такую-то компанию и давайте колбасить, а говорят нормальные, правильные вещи, которым надо следовать. К огромному сожалению, вот к огромному сожалению, я с тобой не соглашусь, по какой причине. К сожалению, еще раз, вот к сожалению, к огромному. Андрей, три раза уже сказал, достаточно. Да, еще десять раз готов повторить. Не читают люди вот такие книги. Ну, вообще не любят читать. Почему? Объясню, объясню, потому что вот, курсы кто-то ведет, кто-то еще, они про что рассказывают? Как, вот, ни про какую дисциплину, ни про, ну, говорят, 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 дневники или еще чего-то там, да, они говорят, как заработать быстро и сейчас. И вот эти люди как раз, и вообще, в принципе, пропагандисты быстрой наживы на фондовом рынке всегда... Это самая большая опасность для рынка, я с тобой согласен, категорически. А для нашего народа это просто подарок. И будут слушать, и будут... Потому что Элдер пишет, что... Он гениальный. Да, к сожалению, к сожалению, учиться не любят, и... Можешь подумать, что американцы любят учиться. Да, на самом деле, да, никто не любит, никто учиться особо не любит, и действительно, наживы. А, кстати, вот насчет того, что... Не отменили правописание. Насчет того, что прийти там на рынок и заработать как в казино, действительно, многие там в Штатах, ну, осознанно делают какие-то ставки типа в казино. Он пришел, но единственное, он пришел, он купил опцион какой-нибудь. Если опцион влетел в деньги, он получил там три конца, условно, там, 200-300-400 процентов. Ну, это, или о чем Элдер говорил, да, так называемые социальные акции, которые были на американском рынке. Ну, вот, вот, типа того. Если нет, то я там, допустим, я пришел и купил эту опциону, я совершенно четко понимаю, что те деньги, которые я вложил, я их там с какой-то вероятностью потеряю, да. Это лотерейный билет. Это лотерейный билет. Другой вопрос, что если человек просто вот, я не знаю, вот мне скучно, я вот хочу поиграть в лотерею. Это, ну, это, это, ну, почему бы нет, но это не есть работа на фондовом рынке, про которую мы говорим, да. Работа на фондовом рынке, действительно, это довольно тяжелая вещь, и много нужно знать, и скорее даже не только знать, а и уметь. Работать надо там. Работать надо. Кропотливо. Вот, и то, что... Броложает пианицу. И то, что я знаю, да. Вот, и то, что я знаю, допустим, что на рынке нужно следовать дисциплине, это не значит, что я умею ей следовать. Нет, это правда жизнь, на самом деле, это прекрасная истина. Вот как Элдер, да, вот с позиции того, что там 12 лет тому назад, когда я открывал эту книжку, это была одна ситуация. То есть, сейчас, конечно, это по-другому воспринимается. Да сейчас, это нами сейчас воспринимается по-другому. А сколько таких же этих самых новичков, которые про рынок, я вот, ну, я не буду говорить нигде, ни у кого я в блоге прочитал, ни этот самый. Но я прочитал 100 мнений по поводу вложений, вообще, по поводу каких-то инвестиций, в принципе, на, вот, в мире. 100 мнений русских людей. И? Ну, у меня депрессия была 3 дня. Ты слышишь, не читал. То есть, вот, не то, что лучше, я вообще стараюсь вот эту тему исходить, то есть, как бы, общение с обычным человеком, вот, с улицы о фондовом рынке, да, потому что либо меня изобьют, если там будет много мужиков, либо пошлют куда подальше, скажут, что я там этот мошенник и вообще все, чем я занимаюсь. Не надо трогать название эфира. Ну, а МММ можно? Это уже нарицательное. Вот, кстати, МММ снова же сейчас. И снова туда на рапать. Ну, вот, когда вы прочитаете 100 мнений, 30-то какое основное? Хочу бабла? Дремучесть. Вот, как тебе сказать? Непрошибаемая. Абсолютная неграмотность. Абсолютная неграмотность. То есть, в первой части фразе человек говорит, что, ну, грубо говоря, американская валюта, там, это, ну, тфуф. Да. А во второй части он пишет, я купил доллары, да, я купил доллары и все деньги держу в долларах. Вот такого плана. Не понимают смысла вообще фондового рынка. То есть, ну, вот, как вот обычные люди в блогах пишут, да, он ничего не понимает, но написать обязан. Чтобы, ну, оставить свое мнение. Браво, да. Супер. Вот, ну и грустно. Реально грустно. Я думал, что вот прошло уже какое-то время, когда, ну, вот, телевидение получше стало вроде, да, там, про какие-то канал появился. И не один. И не один, да. А кто англоязычен, так вообще там целый спектр информации. Да, 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 вообще не доходит. Вот, да, видимо, обычного народа не доходит, очень жалко. Вот к обычному народу мы обращаемся в оставшиеся минуты 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm. Ну, вот вас, уважаемые слушатели, так уважительно, так легко подцепили, да. Вот теперь подцепляйте гостей. Значит, напоминаю, ваши жертвы сегодня Александр Лопутин и Андрей Есин, да. Вот и долбите, да. Вот и задавайте вопросы, которые вас интересуют. Что стесняться? Вот мне чем симпатичатся сегодняшние эксперты? Потому что они готовы отвечать, да. Вот чтобы вы их не спросили. За базар. Да. И в том числе вот неспроста Андрей привел вот этот пример, там, 100 мнений, да, о вложениях на фондовый рынок. Пожалуйста, 65, 10, 99, 6, 3w.finam.fm. Ну, вот и, пожалуйста, вам, Максим, что мешает учителям игры, я вам цитирую письмо, как оно пришло, игры на бирже наживать состояние самостоятельно? Что мешает учителям? Ну, вот если, я понимаю логику Максима, да, то есть если вот все такие гениальные, да, там, понимают ходы-выходы, заходы и так далее, да, почему, грубо говоря, не бедные, не богатые, да, там, не мультимиллиардеры? Ну, во-первых, учителя и практики, это все-таки, наверное, разные вещи, то есть здесь преподать материал, может быть, иногда даже важнее, то есть мне, например, не очень, там, скажем, интересны, смотря каких учителей берем, вот учителя, которые говорят, что можно быстро заработать, ну, я не буду примеры приводить, мы все их знаем, на самом деле, они на слуху, да, Я не знаю, я считаю, что просто это, во-первых, я не считаю их учителями, во-первых, не считаю учителями и 10 раз проверить надо, да, то, что, когда люди говорят, что на рынке заработать просто и вот это вот надо делать там с максимальным плечом, ну, это надо, во-первых, какие-то, я не знаю, лицензии вводить, чтобы вот просто народ не дурили, да, И да, я совершенно согласен в данном случае, что мешает, я не знаю, что мешает, мешает, видимо, время, которое тратится на проведение семинаров вот этими людьми Ну, это тоже бизнес, это бизнес, бизнес, который развивается Это тоже бизнес, если мы говорим про учителей, именно, которые учат, ну, наверное, здесь большой вопрос, у меня тоже вызывает, как бы Квалификация Вопрос, да, о квалификации, и, как правило, если там посмотреть, вот взять любую там, ну, практически, наверное, любую фамилию вы нигде не найдете утвержденных брокерских отчетов, которые, кстати, в Штатах, между прочим, у там, управляющих, у трейдеров и так далее, они есть Да, зачастую они есть, это брокерский отчет, который утвержден брокером, который человек показывает, что вот мои официальные сделки, на которых я заработал, вот столько В России этого нет? Ну, я не видел ни у одного из, скажем так, всем известных персонажей, да, я не говорю, там, опять же, да, мы говорим про, именно, про учителей, да, нужно понимать, что там управляющие не, как бы, не обязаны все это дело показывать, да, хотя зачастую Почему управляющие как раз обязаны это показывать? Нет, ну, я имею в виду личных клиентов на сайте в любой момент смотреть Да, безусловно, это управляющие компании, да, показывают это дело, вот, но я, по крайней мере, ни одного биржевого отчета не видел, ну, брокерского, соответственно, да, вот, никто не обязывает этих людей их показывать, да, но, вот, с точки зрения, а вот, а вот докажи, вот, как в том анекдоте, да, мама и клянусь Вот, поэтому, и, опять же, я не говорю, что все там шарлатаны и так далее, но у меня, например, что-то точных доказательств тому, что все спецы нету А я даже, ты знаешь, бороться с этим перестал, знаешь, почему? Потому что, в принципе, я зарабатываю деньги И, то есть, если человек учит, как проигрывать эти деньги на бирже, да, вот, кто пишет книжки, там, как выигрывать на бирже Ну, да, достаточно зайти в любой книжный магазин, там, чего только нету Не, просто К сожалению, барахла в основном Люди, которые, вот, еще читают какие-то, есть люди, которые хорошо семинары читают и дают полезную информацию Безусловно Но к ним ходят, видимо, меньше, потому что они не обещают быстрого обогащения Они говорят правду Те, кто говорят, что работать не надо, но надо сделать быстро, ну, а к ним все равно пойдет народ Это как МММ, все равно туда будут вкладываться 55, 10, 99, 6, 3w.finam.fm, да, Саш Вот, и еще один момент, на самом деле Не дают сегодняшние гости, уважаемые радиослушатели, вас выпускать в эфир Да, один просто маленький, маленький нюанс И все зависит от человека, опять же, говорю, в общем и целом, есть люди, которые, как тренер по волейболу, например, там, не знаю, возьмите плейн тренеров по волейболу, у них метр пятьдесят, да? Но он может сказать, как сделать, научить и показать, а сам сделать не может Вот, и это, ну, есть такие люди, да, которые, вот, могут научить дисциплине, но у самих шило в заднице Окей, хорошее выражение, добрый вечер, как вас зовут? Добрый вечер Выключайте кремник и с вами общайтесь, как вас зовут? Меня зовут Михаил, я слушаю вас, у меня такой, может быть, очень дилетантский вопрос Давайте Прекрасно понимаешь, что это работа, что это серьезный процесс и дилетантов тут не место Но вот без дилетантов, ответьте мне, как дилетанту, без дилетантов, которые будут терять свои деньги Как будет расти рынок, как будет развиваться, что будет происходить? Откуда возникают те самые маленькие или большие заработки профессиональных трейдеров? Ну, правильно, логичный вопрос Просто дилетанты никогда никуда не денутся Это так же естественно, как, я не знаю, никогда у человека не пропадет чувство жадности И этих людей всегда, кто-то выучивается, кого-то биржа выносит просто вперед ногами То есть человек перестает этим заниматься Кто-то страдает, вот, еще раз скажу, от жадности То есть он приходит на рынок, сливает эти деньги Кто-то остается, остается Ну, обычно, у нас очень узкоспециализированная, на самом деле, сфера Она во всем мире достаточно узкоспециализированная В России, конечно же, то же самое Кто остается, кто выживает, тот начинает зарабатывать И тоже начать зарабатывать Ну, мы все здесь смотрим на риски, которые мы принимаем Лаконичнее Да, и тогда я бы немножко поправил вообще постановку вопроса Исходным понятием постановки вопроса является тот факт, якобы факт, что биржа это игра с нулевой суммой Это не так Это не так, потому что есть на бирже совершенно разные игроки Есть, скажем так, краткосрочные игроки, которые работают на маленьких трендах Есть портфельщики более долгосрочные Есть хеджеры и так далее И совершенно... Келетрансфетцию не забываем Ну, да, и совершенно нормальная ситуация Условно говоря, когда после какого-то падения Не знаю, спекулянты подобрали бумагу Бумага была там 300 рублей, упала на 150 Спекулянты подобрали на 150 По 200 сдали портфельщикам, которые будут держать ее до 300, до 350 И так далее, и так далее Плюс, соответственно, компании платят дивиденды К сожалению, не все, и, к сожалению, не у нас, наверное, да? Вот, но все-таки поэтому Опять же, на рынок приходят новые деньги В том числе и долгосрочные деньги И частично инфляция делает так Что сами по себе активы будут Активы становятся дороже Так что это не игра с нулевой суммой Ну, давайте еще, наверное, успеем Пару звонков принять 65, 10, 99, 6 Дамы и господа, прошу всех лаконично Добрый вечер Добрый вечер С Ростова у меня вопрос по... А как вас зовут? Дмитрий Да, Дмитрий, пожалуйста По пику у Андрея Есина до сих пор позиции держать Да, спасибо Да, пожалуйста, лаконично отвечу Я поддержу пик Продавать буду позже гораздо Ну, то есть сейчас меня пока цена это не устраивает Которая пики Ну, как-то все Он в противофазе с рынком Рынок растет, по пику плохие новости Или что-то ждут Ну, я пока держу Добрый вечер, в эфире Да, здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Сергей Да, Сергей Такой вопрос Слушаю вашу передачу И, в общем-то, зацепило Во-первых, приятно говорить с профессионалами Как чувствуется Я давно занимаюсь этими вещами И чувствуется профессионал Вопрос такой Я простой работяга Ну, продвинутый И начал заниматься Ну, пока теоретически Вот этими всеми Фюзерами, опционами Ну, и на работе рассказываю, значит, ребятам Так и так, так и так Ну, часть вообще не понимает, о чем речь А другая часть Говорят, Иваныч, да ты что? Да не дадут тебе Ты понимаешь? Банки обманут Дилерские церкви Центры надуют Не там так бандиты наедут Не еще так милиция Ну, короче Брось ты всем этим заниматься Зачем тебе Вопрос Вопрос, Сергей Вопрос Пусть профессионалы ответят Это так Не так Да, понятно Господин Лопутин Да это не так Вы такую картину На самом деле Описали, что вот Взвести курок И застрелиться Если везде обманут Ну, смысл какой Нет, конечно Нет, как раз наш слушатель Он пытается Пытается Нет, молодец И главное Мне очень понравилось Теоретическое Он сначала Прочитает теорию Правильно Все Потом после теории Небольшие Небольшие суммы И потом Уже Смотрим на результаты Вот Здесь главное Все постепенно делать Все Спасибо большое Андрей Естин Александр Лопутин И Александр Элдер Были сегодня В сухом остатке До завтра До 7 вечера Продолжение следует